Друзья, всем привет! В этом видео покажу вам, как я готовлю шоколадную глазурь для тортов и десертов. Она получается замечательная, не стекает с изделий, не трескается и не ломается при нарезании. Можно регулировать густоту, чтобы она покрывала десерты только сверху или стекала потеками, узкими или широкими, а к тому же она очень вкусная и ароматная. Если вы не подписаны на мой канал, приглашаю вас, присоединяйтесь, будем готовить с вами вместе. А полный список продуктов, которые необходимы для данного рецепта, вы, как и во всех моих других видео, сможете найти в описании в инфобоксе. Для приготовления глазури нам нужна небольшая кастрюлька, но с толстым дном. Туда мы отправляем подготовленный какао-порошок, сахар и сливочное масло. Масло лучше заранее достать из холодильника, чтобы оно у вас было комнатной температуры, так оно быстрее растопится. Сюда же выливаем и молоко, только молоко я выливаю не все сразу, оставляю приблизительно 1-2 столовых ложки. Таким образом мы с вами сможем регулировать густоту нашей будущей глазури. Если она получится слишком густая, добавим еще немножечко молока. А вот если мы ее изначально сделаем слишком жидкую, то загустить ее уже потом ничем не получится. Поэтому я советую молоко добавлять постепенно. И так мы добьемся той густоты глазури, которая нам необходима. Ставлю кастрюльку на плиту на самый минимальный огонь и постоянно мешая, дожидаясь пока растворится весь сахар и растопится сливочное масло. Вот такая в итоге у меня глазурь получилась после растворения сахара и сливочного масла. Она с ложки стекает, но очень-очень медленно. Учитывайте то, что при остывании глазурь еще немного загустеет. Так что на данном этапе мне нужно, чтобы глазурь была более жидкой. Поэтому я добавляю еще немного молока. Вот такая глазурь у меня получилась сейчас. Она стекает с ложки, но стекает не очень тонкой струей. Меня это устраивает, потому что когда она остынет, она станет более густой. И когда я покрою ею тортик, она будет с него сползать, но очень-очень лениво. Приблизительно такой же густоты глазурь подойдет для глазирования каких-нибудь кондитерских изделий. А вот если вы хотите сделать потеки на тортике, то тогда вам нужно еще более жидкую глазурь, чем мы с вами сделали. То есть нужно вылить все то молоко, которое указано в рецепте. Далее интенсивно перемешивая, дожидаемся пока глазурь начнет закипать, когда появятся первые пузыри воздуха. Выключаем огонь и отставляем в сторону. Дожидаемся пока глазурь немножечко подостынет. Вот такая вот получилась у меня глазурь, когда она немного остыла. Она еще у меня теплая, но уже не горячая и с ней уже можно работать. Я заранее приготовила торт, он у меня предназначен для домашнего чаепития и хочу я его сверху покрыть шоколадной глазурью. Поэтому глазурь наношу наверх тортика, разравниваю и слегка даю ей сползти на боковину торта. А если вы хотите сделать шоколадные потеки на вашем тортике, переложите тогда глазурь в кондитерский или обычный пакет, срежьте уголок. Кстати, от величины срезанного уголка будут зависеть ваши шоколадные потеки, их ширина. Чем больше вы срежете уголок, тем шире у вас будет шоколадный потек. Сначала сделайте потеки по окружности всего тортика, а затем остаток глазури распределите по верху торта. Для того, чтобы глазурь схватилась, я тортик отправляю минут на 10 в холодильник. Свой тортик я хочу украсить шоколадными конфетами, поэтому для дальнейших действий мне понадобится кондитерский пакет и любимые сладости, которые вы можете нарезать или поломать. Я оставила приблизительно 1 столовую ложку глазури и пока торт стоял в холодильнике, она немного схватилась и стала густой. Мне для дальнейшей работы она нужна более в жидком состоянии, поэтому кастрюльку с глазурью я поставила на маленький огонь и за несколько минут глазурь немножечко подтает. Пока торт стоял в холодильнике, верхний слой глазури схватился и для того, чтобы сладости на нем хорошо держались, я ту глазурь, которую мы с вами растопили, переложила в кондитерский пакет. Сейчас срежу маленький уголок и сделаю тоненькую паутинку сверху на торте. Ну и теперь осталось украсить наш тортик, разложить подготовленные сладости. Этим делом любят очень заниматься детишки, так что если у вас есть возможность, предлагаю их позвать. Кроме сладостей, на такой глазури очень красиво выглядят разные ягоды и фрукты, поэтому вы можете поэкспериментировать. Очень надеюсь, что этот рецепт будет полезным для вас. А я желаю вам отличного настроения, приятного чаепития и, как обычно, встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok